Привет, друзья! Меня зовут Регина Бакирова, и с этого видео объявляется открытым наш бесплатный марафон мобильной фотографии MF13. И бесплатно не значит поверхностно, так как этот марафон является частью моего большого курса по мобильной фотографии и видео, но первые три урока вы получаете бесплатно, чтобы оценить, насколько вам интересна фотография, подходит моя подача и так далее. Про полный курс я вам тоже еще расскажу, но позже, со второго дня марафона, а пока чем мы будем заниматься в ближайшие три дня. Первое — мы будем с вами учиться наблюдать. Дело в том, что недостаточно уметь снимать красиво, нужно еще уметь замечать красоту, которую ты хочешь снять. И хорошие новости, что это умение есть в каждом из нас. Просто в суете дней мы забываем смотреть по сторонам. Так вот, это умение мы будем себе возвращать. Второе — мы будем бороться со страхами. По моим наблюдениям, часто на пути сотворить что-то, а тем более показать это другим, стоит не наше неумение, а наши страхи, неуверенность, боязнь быть осужденным, разочаровать других, поднимить руку, кому знакомы сейчас. Так вот, с этим все мы тоже будем работать. Классная штука, терапевтичная очень в творчестве, что когда вы побеждаете это внутри фотографии, оно автоматически распространяется на все другие сферы. Поэтому часто участники даже после трех бесплатных дней говорят, что жизнь поменялась на до и после. Ну и, наконец, третье — мы будем изучать с вами приемы фотографий. И заметьте, я говорю именно приемы, а не правила, потому что правила ограничивают, а в творчестве ограничений нет. Однако интуитивная съемка приходит с опытом, а пока этого нет, новичкам как раз хорошо помогают приемы. И первый из них, а также тема нашего сегодняшнего урока, называется «Перспектива». И уже сегодня, на первом же уроке, вы узнаете главный секрет фотографии и видео на телефон. Вам станет гораздо легче снимать до своего личного архива. Ваши изделия будут лучше продаваться, потому что покупаем мы глазами. А ваши фото станут вызывать вопросы, как ты это снял. Поэтому обязательно смотрите этот урок до конца. Что же такое «Перспектива» на тело? Это объемные предметы, изображенные на плоскости. Ничего не понятно, давайте разбираться. Мы с вами живем в объемном мире. Люди, дома, машины, чашка, все, что нас окружает. Даже тонкий лист бумаги имеет свой объем. Но когда мы берем объемный предмет и переносим его в изображение, то предмет становится плоский. И вот «Перспектива» — это форма предметов, когда мы их изображаем на плоскости. И эта форма может быть передана либо правильно, похожа на то, как предмет выглядит в реальности, или искаженно. Я думаю, все вы замечали, как иногда под определенным ракурсом ноги могут казаться длиннее, лицо худее, или наоборот. Так вот, это и есть искажение перспективы. Иногда искажение перспективы намеренно используют, например, фэшн, архитектурные или спортивные фотографии, для того, чтобы придать больше динамики происходящему. Но уметь передавать перспективы правильно очень важно, потому что наш мозг хорошо реагирует на те фотографии, в которых предметы изображены привычно и правильно. И для того, чтобы перспектива была правильной, вам нужно держать телефон ровно к предмету, который вы снимаете. То есть не наклонять его ни вперед, ни назад, еще держать на одном уровне с ним, потому что, естественно, если вы будете поднимать телефон выше или опускать, то для съемки вам придется наклонять телефон. Пойдемте сейчас с вами практиковаться, но перед этим подготовимся. Вы не готовы все! И чтобы быть готовыми к любому замесу, нам нужно обязательно перед каждой съемкой протирать начисто камеру нашего объектива. Только ни в коем случае не пальцем, а сухой тряпочкой или даже вот такой специальной тряпочкой для очков. Проверяю еще и на просвет. Если вы никогда этого не делали, то ваши снимки уже станут намного лучше. Посмотрите, как выглядит изображение, когда камера заляпана и когда она стала чистой. А практиковать правильную перспективу нам поможет вот такая книга, лежащая на столе, и стеллаж «За мной», к которому мы придем попозже. И для тех, кто думает, что его телефон безнадежен в поддержку, я буду снимать свой старый iPhone 6s 2015 года. Почти 10 лет этому малышу, и пусть это поддержит и докажет, что на любой телефон можно снимать хорошо, если знать приемы. Как мы обычно снимаем? Наводим вот так телефон и делаем кадр. Но посмотрите, при этом явно видно то, что нижняя часть этой книги гораздо шире, чем ее верхняя часть. Книга потеряла свою прямоугольную форму. Это и есть то самое искажение перспективы. Мы его видим хорошо на этом прямоугольнике. На самом деле искажаются любые предметы, будь это ваши мягкие игрушки, блюда в ресторане и так далее. И посмотрите, так работает, в какую бы сторону я не наклонила телефон. Например, наклоняю вправо, книга сильно сужается с правой стороны. Наклоняю влево, сужается слева. Наклоняясь сверху, то сверху становится книга расширенная. И, наверное, из этого вы уже поняли. То, что чем ближе к камере телефона находится объект, тем сильнее на него действуют искажения, тем оно более укрупняется. И чем оно дальше от камеры, тем оно визуально сужается. Поэтому, если вы не хотите, чтобы нос непропорционально крупно выглядел на фотографиях, то не приближайтесь супер близко к камере, когда вы снимаетесь, делаете селфи. К селфи мы тоже придем на третьем дне нашего бесплатного марафона. Смотрите, что происходит, когда я переношу телефон ровно над объект. Книга становится обратно прямоугольной. И вот в том, чтобы держать телефон максимально ровно, не наклоняя даже немножко ни в одну сторону, мне помогает сетка на камере моего телефона. Это вот такие две горизонтальные и две вертикальные линии, которые вы видите в моей камере. Да, сегодня тот самый день, когда вы узнаете, зачем нужна сетка. И я максимально выравниваю по этим линиям края своей книги. И это как раз-таки помогает мне держать телефон ровно. Плюс к сетке я ориентируюсь на края самого кадра, потому что здесь у меня ровная линия, здесь ровная линия. И сейчас я вижу, что как-то вот здесь уже, здесь шире, а мне нужно, чтобы это расстояние до книги, от края кадра до книги было бы одинаковым. Я добавлю сюда еще руку. Вам это делать не обязательно, у меня уже просто про деформация. Красивые раскладки мы с вами будем учиться делать полноценно завтра. И просто еще раз, сверив по всем линиям и задержав дыхание, чтобы не сбиться, я делаю. Теперь мы перейдем к нашему стеллажу. Он, конечно же, супер расширен сейчас в вашу сторону. И я думаю, вы уже понимаете, почему так происходит. Потому что этот телефон стоит сбоку от стеллажа, а не ровно перед ним. Но даже если мы ровно стоим перед мебелью, как мы обычно снимаем, держим телефон на уровне своего лица и делаем вот такой кадр. Но у нас получается стеллаж весь перерастянутый, видите, к верхней стороне. Поэтому мне нужно опустить немного стеллаж вниз, для того, чтобы он был на уровне. И плюс, ориентируясь на линии сетки, я опять выравниваю так, чтобы все вертикальные линии были ровные и все горизонтальные линии были ровные. Также ориентируюсь вот здесь на края кадра, чтобы расстояние было одинаковое, а не расширялось вот так вот наверху. И еще отойду подальше, отойду еще подальше и даже присяду, знаете ли, на одно колено. Видите, линии все ровненько выставило. Вот такую перерастянутую мебель обычно выкладывают все продавцы на Авито, в то время как в красивых дизайнерских журналах мебель выглядит вот так. И теперь вы можете делать, как в красивых дизайнерских журналах. Следить за перспективой еще особенно важно, когда вы снимаете в путешествиях, потому что много зданий попадает в ваши фотографии, и в зданиях как раз много всех этих горизонтальных вертикальных линий. Посмотрите, как бы выглядела эта дверь, если бы я снимала ее как попало сбоку криво, и как открыточно она выглядит, когда я снимаю ее с приемом правильной ровной перспективы. Если с дверьми понятно, что же делать с домами, которые могут быть гораздо выше нас, и мы никак не можем снимать с ними на одном уровне? Тогда к нам на помощь приходит специальный инструмент для исправления перспективы, и как им пользоваться вы можете посмотреть вот в этом моем Reels, по листам моей Reels на странице. Но чтобы не усложнять себе задачу в этой домашке, постарайтесь найти что-то на одном уровне с вами. Приемами идеально ровной перспективы часто пользуются фотографы, репортажники и блогеры, когда снимают в путешествиях или делают раскладки, к которым мы с вами еще придем. Но к этому приему обращаются и великие режиссеры. Например, легендарный фирменный почерк Уэса Андерсона целиком построен на приемах правильной перспективы. Есть даже целый аккаунт в стиле Уэса Андерсона, где, посмотрите, все работы сделаны с помощью приема, который мы сегодня изучаем. Но не только Уэс прибегает к правильной перспективе. Вот некоторые примеры из известных вам фильмов, где этот прием также использован. Итак, ваше сегодняшнее задание. Первое. Протереть начисто камеру вашего телефона. Второе. Включить сетку на камере вашего телефона. Для этого вбейте в Google запрос, как включить сетку в камере и название вашего телефона. Ну и третье. Вам нужно сфотографировать какой-то прямоугольный объект так, чтобы он остался ровно прямоугольным. Вы можете сфотографировать лежащую на столе книгу, угол стола, кусок дома, двери, окно. Этот прием позволяет снять художественно даже обшарпанную кирпичную стену или плитку под ногами. Питер, Португалия, Грузия. Как всегда, вам просьба наснимать красивых плиток для меня, которые я просто обожаю очень сильно. Цвет нашего марафона красный. Поэтому, если вы найдете что-то красное, то точно нужно это хватать. Но если не найдете, ничего страшного. Классное в этом задании то, что вам не нужно создавать что-то специально. И арт-терапевтичная часть в том, что мы учимся на привычное пространство смотреть сегодня по-другому. Выхватывая нужные нам кадры по дороге на работу, в детской или на кухне. Еще раз. Найти прямоугольник, ровно его снять. Выкладывайте работы к себе на страницу и в сторис, как описано под этим видео, с хэштегами и отметкой меня. По желанию указывайте свои модели телефона под работами. Мне всегда очень интересно смотреть и сравнивать. И помните, что выложенные именно на странице работы будут видны всем другим участникам и соберут максимально много обратной связи. Напомню, что каждый, кто выполнит все три домашки марафона и простые условия под этим постом, участвует в розыгрыше красивых вручную подписанных от меня открыток из Италии. И минутка моральной поддержки. Вам не нужно делать лучше всех. Мы с вами не в классической школе. И здесь каждый стремится стать не лучше другого, а лучше самого себя вчерашнего. Так что просто найдите что-то прямоугольное и снимите это ровно. И даже если не получится ровно, мы с вами вместе это исправим. Потому что я буду разбирать ваши работы у себя в сторис, на прямом эфире. А наши легендарные кураторы курса будут ходить по хэштегам и помогать вам столько, сколько успеют охватить. Кстати, те, кто пойдут потом на курс на тариф с кураторами, получат гарантированные проверки этих первых трех домашек даже от бесплатного марафона. У Дафны Дюмарье в книге Ребекка есть такие слова. Ах, если бы кто-нибудь придумал, как сохранить воспоминания, запереть их во флаконках духи, чтобы они никогда не выдохлись, никогда не потускнели. А когда тебе захочется, вынешь пробку и заново переживешь тот миг. У нас с вами есть этот инструмент. Это ваш телефон. Он у каждого в кармане. И почему бы не воспользоваться таким волшебным инструментом, о котором наши предшественники только мечтали. Спасибо, что доверились обучаться у меня. Именно в этом потоке, цвет которого это глубокий, сильный, уверенный, красный. А главное наше слово — любовь. Любовь к себе, к близким, к окружающему миру. И раскрывать эту любовь, я считаю, нам очень помогает фотография. С кем-то из вас мы пойдем на полный курс на два с половиной месяца. И его я презентую на нашем втором прямом эфире 11 февраля. Но я в любом случае буду очень рада, если каждый из вас узнает для себя пользу, красоту и какие-то навыки даже из этих трех бесплатных дней. Встретимся с вами на прямом эфире. Время и как на него попасть тоже описано под этим видео. Я уже с нетерпением жду вашей работы. А любых страхов и неуверенностей обязательно пишите здесь в комментариях, и вы получите поддержку. Добро пожаловать в нашу семью мобильных фотографов. Обняла вас крепко, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok